Привет друзья! Представляю вам новинку от фритайгера FT41BK. Давайте пройдемся. Клиночек G10 на ручке у нас. Спейсер тоже G10. Присутствует облегчение, которое мы рассмотрим на разборке. Спейсер G10, выступающий с такими пипками, не острыми. Клиночное отверстие крупное. Под плавник реализован. Вот такие вот фасочки тут сняты. Плавник совсем немного выступает, но он расположен таким образом, что цеплять за него вполне удобно. Ни разу у меня не соскочил палец, именно за счет формы. Хотя насечки на плавнике нет. Все по центру, все стандартно. Клиночек. Очень интересно реализован плавник в открытом состоянии и в закрытом. также. Он не выступает, как принято. Давайте, собственно, что-нибудь покажу. Вот каджек, например. Смотрите, как у него плавник выступает. Я не просто так каджек положил сюда. Вы поймете, почему далее. Видите, здесь он более аккуратно и его практически не видно. За счет этого, когда открываешь, можно зашпень вполне открыть. и сверху, и снизу, и за плавник, и за шпень открывать удобно одинаково. Снизу отстреливать надо наловчиться, но, в принципе, вполне тоже нормально. Вот. Значит, в открытом состоянии очень аккуратненький плавник. В закрытом, точнее, в закрытом. В открытом он прячется практически в ручку, что тоже очень приятно. не выступает. И образует некое подобие чойла. Шарик детента у нас стальной, и в оси стальной шариковый подшипник однорядный. Вот. В таком виде. То есть, хват получается у нас вот таким вот образом. И, то есть, им можно колоть или что-то резать. И можно перенести палец вот на этот плавник. То есть, здесь такое псевдочойл. То есть, таким вот образом у нас, то есть, мы можем чего-то там работать, какую-то мелкую работу выполнять. Так. Значит, модель представляет собой симбиоз из трех моделей. Дедушкой у нас выступает FT Freetiger, также FT-903. Он получил от него вот эту полоску и клипсу. Клипс, к сожалению, неглубокая. Вот такая вот, в таком вот виде она присутствует. Вот. Значит, дедушка у нас FT-903. Папой у нас выступает флагман, на мой взгляд, флагман 2103. Отличная модель. Я считаю, ее лучшей у Freetiger. Клинок идентичный, но увеличенный. И форма ручки, мне кажется, взята с Каджека. Она не повторяет форму ручки, а вот ощущение в руке, оно аналогично. Из-за того, что здесь у нас как раз вот такое вот здоровое, ну, такое место здоровое, вот такое увеличенное. И когда берешь в руке, что Каджек вот так вот, то есть он такой резать и протыкать вот таким вот образом за ручку. Так же и у Freetiger FT-41 точно таким же образом, те же ощущения. Так что, если вам нравится Каджек, то хват у FT-41 очень похожий. И, скорее всего, он вам понравится. Так, кладем. Давайте, собственно, сравним его сначала с папкой. К сожалению, дедушки у меня нету 903-го, а вот флагман есть. Так, он... Я ждал, что это будет увеличенная версия вот флагмана, но по ощущениям, повторюсь, это скорее Каджек. То есть это ближе к Каджеку. Вот именно в руке. Вот, значит, давайте вот рядом. Вот так. Он больше. 2103. Не знаю, так вот, наверное, будет не очень понятно. Да, не очень понятно. Давайте вот в руке тогда лучше. Значит, флагман у нас, где у нас... Померяем размер, просто для понимания этого, потому что это важно. Значит, 19 сантиметров, 190 миллиметров у нас флагман идет. И 203 миллиметра у нас идет новая модель, 41. Кстати, на Али заявлено 210. Ну, вот я 203 намерил, как вы видели. Ух, давайте померяем клинки. Кстати, не попортил. Нет, не попортил. Так, давайте клинки посмотрим у нас. Клинки у нас 89. И до шпенька у нас 79 миллиметров. Шпенек, он здесь крадет нормально так рабочей области. Так, у меньшей версии у нас 83. 83 и до шпенька у нас 77 где-то. Ну, собственно, вы можете посмотреть сами. Так, вот, значит, эти две версии. Смотрите, сравнивайте. Но за счет того, что здесь реализован чойл, в руке они аналогичны. Это даже зеленая версия. Ну, то есть 2303 даже, я бы сказал, более с запасом лежит в руке, что им можно перехватиться, чем новая версия. За счет того, что вот здесь вот как раз кусок вот этого чойла. Здесь вот только один хват вот такой. Все, тут перехватываться некуда. Только на чойл. Вот так вот брать. Так, давайте я его сравню с Каджеком. Здесь у нас Аксис, здесь у нас Лайнер. Так. Вот так Каджек у нас. И давайте с крупным Каджеком он у нас в одном размере практически. Рабочей области у него больше, чем у Каджека. Притом заметно так. За счет того, что у Каджека вот этот чойл здоровенный, который ворует у него рабочую область. У Фритайгера на сантиметр больше. Так. Вот так вот ручечки у нас. Одинаковые ручки. Ощущение, еще раз повторяюсь, в руке идентично. Очень похоже. Пускай будет не идентично, а очень похоже. Так. Каджек у нас тоненький и пластиковый. То есть у него чувствуется вот этот вот небольшой шат. Ну, такой, потому что это тонкий пластик. У Фритайгера такого нету. Он жесткий и подшипники. За счет этого у нас очень мягкий, приятный ход и отличный флип. Вот. На Каджеке мне пришлось шаманить, чтобы более-менее приличная была механика. Мне пришлось переставить керамический шар и полировать шайбы. Но все равно я не добился, ну, такой хорошей механики. Потому что клин легкий. И, в общем, вот так. Ладно. Значит, у Фритайгера с механикой все в порядке. Давайте вот у меня есть еще мелкий каджек. Давайте его тоже положим. Так. И вот так. Просто для понимания габаритов и вообще понимать, что это такое. Так. Значит. Он достаточно пухленький относительно Каджека. Вот, чтобы вы понимали. Вот так вот. Плюс здесь еще вот это ребро. Оно так добавляет в надежном хвате. Но хват вот навязывается один вот такой вот. Такой фехтовальный, так скажем. Либо перехватываем на чойл. Так. Значит. Открывать удобно за плавник. Удобно за шпень. Все это открывается. Все это падает под своим весом. Несмотря на то, что там стальные шарики стоят в детенте и в осевом. По качеству похоже на качество рыб или Ганзов Эрбёрд. Так. Ну, давайте еще пройдемся здесь. По фаскам. Пористая такая G10. Хорошая цыплючая. Вот эта мне нравится. Да, такая. Приятненькая. Так. По поводу шпеньков. Я их... Они немножко покоцаны. Если посмотрите, то на них есть такие небольшие царапины. Это я их откручивал. Вот. На мой взгляд, шпеньки здесь не обязательны. Потому что вот этот вот хват, он такой же... Ну, опять возвращаясь к аджеку. Когда ты... Если бы здесь были шпеньки, то был бы... Хотя здесь чойл. Он бы ничего не потерял. Но они добавляют возможности именно работать по продукту. То есть, резать что-то большое. Хлеб. Там, я не знаю, колбасу. Поэтому, так как у меня уже они откручены. Вот таким вот образом я его откручиваю, чтобы не повредить. Но... Если же снять шпеньки, они у меня легко снимаются. Потому что я их уже раскрутил. То есть, я их уже раскручивал. Изначально они так достаточно жестко. И там присутствует небольшое количество фиксатора. Но он так уже пришкварился чутка. И снять его достаточно тяжело. Так. Вот таким вот образом у нас шпенек реализован. Вот. И без шпенька мы получаем как раз клин, который будет... 80... Все 87... 88 даже... Миллиметров мы получаем рабочего клина. За плавник, еще раз повторяюсь, открывается он хорошо. Здесь нет возможности... Ну, мы теряем возможность открыть его за шпенек. Но у нас получается более длинный клин, что очень приятно. Ну, именно в работе, там, продуктом, еще что-то. Вот. Ну, как бы шпень несколько сильно вынесен. На мой взгляд. Ну, как каждый смод решает для себя сам. Можно было бы обойтись без него. Можно поставить, кстати, заглушечку. Так, шпень я поставил на место просто для того, чтобы закончить обзор в серийном исполнении. Я, скорее всего, поставлю заглушку. Так, относительно клипсы. Мне кажется, вот это наследование от дедушки имеет свои преимущества, свои недостатки. Я люблю глубокую клипсу. Поэтому мне бы хотелось видеть вот такую клипсу на нем. И, ну, соответственно, чтобы он глубоко прятался в кармане. Потому что так он торчит из кармана. Вот так вот и бросается в глаза. Кому он нравится, не нравится. Личное дело каждого. Так, давайте сравним его. Ну, в общем-то, все рассказал. Давайте сравним его с крысой для понимания габаритов. Вот так вот у нас крыса. Так, вот так. Рабочая область у нас больше, чем у крысы. Вот так вот. Не знаю, сколько тут миллиметров. 7, наверное. 5-7 миллиметров больше, чем у крысы. Ручка у нас меньше, чем у крысы. По толщине он у нас толще, чем моя тюненная крыса. Вот таким вот образом. И вот так. Так, значит, весит он 125 грамм, что, в принципе, очень неплохо. 3,5 толщина клина. То есть, клинок стал толще, чем на резачке 2103. Здесь у нас 3 миллиметра, по-моему. Если не меньше. Честно говоря, не помню, сколько. Но, в общем, можете увидеться, что он стал толще. 3,5. Вот. Толщина, значит, сведение. Вот здесь вот я намерил 0,6. Есть вот эта область 0,5. И кончик у нас опять поднимается до 0,6. Сведение такое среднее. Мне хотелось бы, чтобы 0,5 везде было. Но на кончике можно и 0,6. Ну, в принципе, так и есть. В основании единственное, я намерил 0,6 тоже. Вот. Вот такой вот нож. Достаточно интересный. Давайте разберем его, построгаем. Такая версия, что среднее между 2103 и Каджеком. Но на подшипниках SD2 и G10. Также у него, видите, есть вот эти вот сверху выступающие такие штучки. Как я не знаю, такое насечка. Также присутствует она, ну, только в версии G10. Она более цеплючая. Вот. Такая вот вещица. Давайте разберем, порежем, построгаем, для того, чтобы вы смогли сложить свое мнение об этом ноже. И давайте я покажу, как он приходит. Приходит он стандартно. Вот в такой коробочке. Вот, кстати, маркировка. Вот. Так, так, так. Ну, просто коробка. В коробке мы имеем мешочек синтетики. Приятненький. Затягивающийся для хранения. И макулатуру рекламную. Ох, разорвало. И рекламную макулатурку. Которая, в принципе, особенно не нужна никому. Вот, кстати, и дедушка как раз нашего 41-й модели. Вот он. Ну, я вставлю фотографию. Ну, перейдем давайте к разборке. Так, значит, разборка началась с того, что я проварил, ну, так скажем, 30 секунд подержал в кипятке осевой винт. Потому что фиксатора здесь дофигищу. И он зашкварился так, что я почувствовал, что сейчас сорву отвертки. Ну, собственно, тут видно даже сколько там фиксатора. Вообще караул. Это, конечно, нужно сразу вычищать все. Иначе, когда он застынет, будет вообще караул. Так, продолжим веселье. Это мы сейчас почистим чуть попозже. Сначала разберем. Так, я уже вижу, что там латунная обойма и стальные шарики. В принципе, тут уже больше, наверное, ничего интересного и не будет. Так, здесь у нас фиксатора нет, что хорошо. Здесь тоже отлично. Зря они нашарашились только в осевой. Типа, чтобы не лезли, что ли, я не пойму. Так, вот так вот выглядит у нас противоположный лайнер. Значит, они пробивают один лайнер, а тот, который рабочий, они его прорезают. А тот, который не рабочий, вот остается вот таким вот облегчением. В принципе, все красиво заполировано. Так, втулка упорная целиковая. Антипроворота нет. И винт осевой прокручивается, поэтому двумя отвертками нужно откручивать. Можно, конечно, попробовать как профессионалы, зажав рукой клинок, но, уверяю вас, у вас ничего не выйдет. Потому что двумя отвертками еле раскрутился. Так, осевой у нас стальной. Шарик детента, точнее всего, у нас стальной. И латунные обойми, стальные шарики. Так, спейсер у нас G10. Можно собрать без спейсера, это хорошо. Потому что не всем понравятся, наверное, вот эти вот выступающие части, которые можно, в принципе, убрать. А можно собрать без спейсера, потому что ограничители есть на втулках. Ну, в общем-то, наверное, все. Тут больше. Тут больше. Тут больше. так давай чуть построгаем все стандартно значит сосновая доска и сухой клен заточка у нас заводская и в принципе ничего микропила такая стандартная ничего я не подправляю очень хорошо вопросов нет ну собственно такая вот микропила она как я люблю просто немножко посмотрим как строгает значит за счет того что как раз вот этот человек то есть палец хочется либо вот так перенести и строгать через этот человек либо оставаясь на ручке но тогда у нас режущая кромка находится далеко и уже тяжело нагрузка на руку но мягкую древесину строгает хорошо сказать что мега удобно не могу принципе нормально ну вот так в общем где нами на это нигде не нами нают немного может быть где-то в мизинце но практически нет да вот так наверное вот через чайл вот так вот схватившись нормально слушайте а тут сучок он не в каску не ладно я в общем для себя все решил строгает принципе нормально немного в мизинец вот здесь вот врезается может быть стоит снять фаску может и нормально вот надеюсь вы смогли сложить свое мнение об этом ноже